Тех, кто первый раз видит вот это словосочетание решения «Верный рам», скажу, мы команда, которая занимается профессионально инструментами господдержки, субсидии, грампы, налоговые руки. Начинали, собственно говоря, мы с консалтинга первого уровня, ну сами понимаете, помочь составить заявку, бизнес-план, финансово-экономическая модель, маркетинговые исследования. Сейчас я так понимаю, что занимаемся мы консалтингом более глубокого уровня. Бухгалтера спрашивает, у меня нет раздельного учета НОКа или раздельного учета субсидий, помогаем, консультируем. Финансисты спрашивают что-то, не могу составить смету, там грант, не грант, смета, не смета, вне сметы и так далее. Спрашивают технологи, разбираюсь с высшим техническим образованием, но не могу запомнить этот чертов документ, который называется программа методика испытаний. Помогаем, ну то есть мы аналитики, которые могут структурированно изложить мысли на бумаге, ну как это, как оглавление, структура, придать логику и всему. Спрашивают айтишники, я пишу коды, но не могу составить техническое задание, например, или корендарный ресурсный план, а смета, там допустим, какого-то проекта для меня с участием господдержки, это вообще космический документ. Подключаемся. То есть заставило жизненно заниматься всем чем угодно, а еще спрашивают, а как защитить в компании режим ноу-хау, наши производственные секреты, или в режиме коммерческой тайны, пишем мы такие документы с айтишниками, безопасниками, взаимодействием и так далее. В общем, глубокий консультант. Когда сейчас спрашивают, чем вы не занимаетесь, я говорю, наверное, только рода не принимать, но это уже по части коллеги. Остальное все у нас спрашивают. Это, собственно говоря, небольшая предыстория, почему мы сегодня вроде про маркировку, а не программные субсидии, хотя там тоже немножечко. Я в какой-то степени выступаю сегодня перед вами превентивно, потому что то, о чем сегодня говорю, оно еще нам только грядет, то есть как бы не объявлено. Поэтому мы проверили, делали небольшие рассылки, встречались. Самый частый отклик, наверное, на маркировку. Уже объявлено? Ну вот когда объявят, тогда это как в известном анекдоте про коммуниста с большим стажем в коммунистической партии. А вы, говорит, как, Михаил Иванович, определите, что коммунист-то наступил? В Кабьявин? Вот, и как бы все, да? Вот. Но, что могу сказать? Вы, наверное, видели на грузовых и легковых шинах QR-кодит такой, да? Шина маркируется уже несколько лет в системе вот этой, честный знак, да? То есть индизаторы этого всего император. И цель прослеживаемость, отследить, да? Где, что, куда продается, понимаете? То есть есть и государственные задачи, но я сегодня с вами поговорить хотел о том, как приспособить эти государственные задачи для решения ваших, в том числе, вопросов. Как говорил там Саша Белый в известном фильме, да? Самое главное, чтобы интересы чиновника совпали с твоими, да? Потому что у него есть там свои, как бы, задачи. Вот. Так вот, по шинам, по шинам маркировка уже идет. Это означает, что тот, кто в маркировке, а там есть два этапа, эксперимент и обязаловка. Я уж, извините, простыми словами буду говорить, да? Это означает, что те, кто в маркировке, должны клеить вот эти самые... Ну вот это, конечно... А, ну вот, кстати, вот Data Matrix стоит. Обратили внимание, он немножко отличается от QR-кода, да? Помните, QR-код там вот трехзонный такой, да? А этот вот немножко такой своеобразный. Вот. Должны печатать эти коды, покупать у государства, да? Ну, подведомственная структура, там есть, соответственно, стоит, конечно, копейки, но, извините, в масштабе это тоже, как бы, деньги, да? Покупать эти коды, распечатывать их на каком-то принтере, клеить или иным способом наносить продукцию. Кто-то делает бандаж, кто-то вешает сережки, кто-то клеит, кто-то гравировку лазерную делает. Ну, на каждый вкус, а кошелек там ограничений по техническим решениям, слава богу, нет. Но сам факт того, что надо, да? И потом, когда это идет в товаропроводящую сеть, как только вышло с вашего АТК со склада, погрузили, ну ладно, перевозочную организацию не в счет, но как только покупатель получил, он сканирует у себя эти коды и пишет в системе, да, слава богу, электронно, автоматически, не вручную девочки разносят, фланговые мальчики, да, ко мне пришло столько-то единиц. Как только он отпустил следующему товаропроводящему звену, АПТОВИК, например, да, он опять пишет, партия такая-то, такая-то ушла. Что, я думаю, все здесь знакомы, то, что КАМАЗ внедряет партионный и поединичный учет, да, в маркировке. То есть у кого-то есть свои эти. Но проблема в том, что это не партионный учет, а каждая единица товара. Если посмотрите на нужный камс шина, у нее каждая единица шина, грузовая, легковая, всех модификаций, всех проклеиваний. Скоро вы увидите, а возможно, вы уже увидели в магазинах, уже маркируются автомасла и уже маркируются тасолы. То есть следующая номенклатура автохимии, где у меня там, да, ну вот здесь я несколько слайдиков вам, первая группа слайдов – это новости того, что будет маркироваться в ближайшее время, да. Это все можно на самом деле почитать, если вы, я на каждом слайде эти кодики, сейчас, вот такие вот, сейчас, да. Вот, вот такие коды наши, QR-коды, которые ведут на материалы портала, где можно почитать. На каждом слайде разместил, чтобы вы хором не перекрывая друг друга, не фотографировали одно и то же, да, то есть одновременно. Вы можете их потихонечку, что называется, когда вам удобно фотографировать. Вот, соответственно, вы там увидите, что подлежит маркировке в ближайшее время. Сразу скажу, вот протасолы, масла и шины – это уже сейчас, это уже данность. Соответственно, эксперты рынка говорят, высока вероятность в 25-м году, что мы с вами столкнемся с проблемой маркировки, да. Чего? Автокомпоненты – весь широкий набор. Я здесь, извините, просто потрудился, вот просто выписал, извините, классификацию, да, и мне вас учить, что такое автомобильные компоненты, да. Вы прекрасно знаете. Номенклатура – миллионы, номенклатура – это позиции и так далее, и так далее. Это, собственно говоря, то, что у нас в классике называется автокомпонентами. Автоаксессуары. Еще сложнее категория. Под автоаксессуар, на самом деле, можно подвести все, что угодно, начиная, извиняюсь, с елочки-пахучки, да, и автомобильного коврика, салфетки для протирания, полироль с этой салфеткой для протирания, любая деталь дизайна интерьера – люксовка, да, не говоря уже о товарах, которые нас сопровождают в повседневке. Я сейчас про содержимое бардачка, я сейчас про тросы, я сейчас про домкраты, я сейчас про все, что угодно, да, все, чем мы с вами комплектуем автомобиль, чтобы в дороге не дать бог не столкнуться ни с какой-то ситуацией. Ну вот просто, да. Соответственно, вот с высокой долей вероятности вот это нам придет 25 миллионов. Почему вероятность каждым днем, к сожалению, увеличивается? Потому что, вы знаете, недавно прошла новость, будет маркировать строительные материалы. Я, честно говоря, чуть не упал от новости маркировки пчелосемей, пчел, тоже, наверное, вы слышали, да, там, ну, какой-то хайп там в интернете есть, у меня сразу возник вопрос, может, не пчелосемей, как их ловить-то в пакет, что ли, чтобы потом наклеить, да? Я говорю, слава богу, наверное, это жугались, неправильно выразился. Речь идет о маркировке ульев, ну, в которой живет пчелосемья, слава богу, да? Вот. А раз уже дошли до строительных материалов, то есть, представляете, навекула трубу строительных материалов, я думаю, с автокомпонентами точно соревнуются, да, по количеству. Раз дошло до строительных материалов, значит, скорее всего, нам с вами тоже это придет. Как к этому всему относиться? А, ну, и вот автохимия. По автохимии уже доказательств никаких не требуется. Тасолы, масла, скоро увидите, российского и иностранного производства не важно. Ну, мы с вами пророссийские же, как бы, да, основные автокомпоненты, но товарные позиции тоже будут маркироваться. Скоро мы увидим и на таком масле, и на отечественном производстве, и так далее, и так далее, на всем этом. Не говорю уже про остальные виды жидкости, да? Как к этому относиться? Ну, понятно, что можно осторожным способом объявить, буду думать, да? Но, судя по нашим предварительным опросам представителей нашей с вами отрасли, производства или, там, я не знаю, производителей первого, второго, третьего, четвертого уровня, производителей любых автокомпонентов, деталей, запчастей, агрегатов, узлов, да, вот, маркировка, так или иначе, в компании все равно какая-то есть и прослеживаемость, да? У кого-то есть, как это называется, наносимые штампы, да, со своей продукцией, кто-то работает со штрик-кодами нашими известными, да, по-научному они называются ЯН-13, по-моему, да? Помните вот эти вот палочки такие, да? Кто-то уже работает в системе маркировки КАМАЗа, единичной или партионной, кто-то работает с КУАР-козами, по-моему, у ЯМЗ уже внедрена своя маркировка тоже вот этими вот этими вещами, да? То есть автоматизация в компаниях есть. Я подумал о чем, и вам предложил бы подумать, не отвечая мне сейчас, а может быть, вот вы, пожалуйста, просканируйте, профотографируйте это все. Зайдите на эту формочку анкеты, потому что, вы знаете, когда я ее заполнял, она меня тоже заставила задуматься вот этих вещах. Я очень надеюсь, что заставит задуматься и вас. Вопросов я попросил бы озадачить вас, озадачиться двумя вопросами. Первое. А может мне это самому, ну, нашей компании это нужно? Может быть, нам нужна прослеживаемость, да? И второе. А может быть, вот эта данность, которая нам с вами грядет в 25-м, я не знаю, может, в 26-м году, сподвигнет меня сейчас превентивно, на опережение сделать какие-то действия по автоматизации, которые я все равно в развитии собирался сделать. Просто откладываю, да? Я не знаю, переход на новую версию программного продукта, там, альфа-авто, шестерка, после четверки или пятерки, да? Или наоборот, миграция на 1С и РП, или что-нибудь еще, да? Чтобы совместить, потому что, вы знаете, заводить автоматизацию по маркировку, ну, наверное, дороговато. Заводить автоматизацию для решения своих производственных и коммерческих и других нужд, наверное, правильно, да? Вы же автоматизацией занимаетесь не только для того, чтобы требовать государства соответствовать, да? А чтобы решать внутренние задачи, да? Так вот, я вот стал думать о том, что обязательно, ну, да, понятно, данность, да? А может быть, вам нужна маркировка самим? Ну, к примеру, если у вас покупатель не один, а есть несколько покупателей раз, ну, я понимаю, когда вы поставляете на конвейер КамАЗа, Автоваза, Уралаза и так далее, да? Вон, конечник, там, на этом маркировка и закончилась. Вы смаркировали у себя, просканировали, отдали КамАЗу, Пазу, Газу, и он просканировал у себя, все, маркировка вашего компонента в системе закончилась, она пропала, а появился другой товар, маркируемый, автомобиль, да, в сборе, как бы. Вот, но, если вы, как, например, шинники, просто примеров приведу, продаете по всей России, и у вас есть дистрибьюторы, возможно, ваши маркетологи, аналитики, продажники задаются вопросом, где, какие позиции, когда, сколько, залежалые, ходовые, пропавшие, брак, не брак, да? Вот, собственно говоря, вот эта вещь, помимо того, что, сообщи-ка мне, Маша, там у тебя сколько там на складе, да, ручного, автоматизированного, она сможет решить и ваши производственные, и коммерческие маркетинговые задачи тоже. Потому что, я сейчас говорю про добровольную, можно же добровольную маркировать, да? К чему? Вот, допустим, айтишники озадачили нас, с каким вопросом, да? Если все равно мы будем покупать сканеры, или терминалы сбора данных, там, клеверансы, другие, да, вот, как бы, варианты существуют, то, может быть, я сейчас внедрю, попробую превентивно эту маркировку, обкатаю все болячки, а потом доблестно интегрируясь, встрою систему честных знаков. Ведь айтишники не предлагают внедрить сейчас какое-то другое решение, которое после внедрения честного знака надо будет выкинуть потраченные деньги и простить, как бы, перекреститься, да? То есть, речь идет о полной интеграции. Поэтому, поспойте, может быть, оно сейчас, как бы, решает. И ваша задача. Контроль каналов продаж, аналитика товара, движения. Это все вопросы. Вот, по крайней мере, я когда общался с шинниками, я и сказал, вы знаете, вот мы работаем с честным знаком, но это для нас черный ящик. Мы видим, как туда уходят, и видим, конечно, а нам очень важный канал в дистрибьюции. Я хочу знать, сколько у меня на юге, каких шин лежит. И, допустим, там, ходовые позиции. Я же производственную программу формирую, да, исходя из этого. Опять же, контрафакт. Я не знаю, поделывают ли ваши запчасти детали, которые вы делаете, узлы, агрегаты деталей, да. Может быть, вы об этом не знаете, да, и находите в счастливом невидимом. Но эта штука тоже, на самом деле, позволяет. К чему, в конечном итоге, я понял, работая с этой системой, немножко разбираясь в этой системе, идет к тому, что любой потребитель может сканировать в любом доступном месте или там через интернет, и проверить, а это серый импорт, черный импорт, или это оригинал, как говорится, да. И мы же сейчас просто доверяем в автосервисе. Человек, он говорит, все, мы тебе поставим серый, подешевле, чем это, ну, как бы, а тут можно проверить пульсами. Вот, поэтому, может быть, если это решает ваши задачи, это, наверное, имеет смысл озадачиться автоматизацией, техническим заданием сейчас, да. Так, как подготовиться, ну, вот к обязаловке, например, если у вас задачи, решения, ну, вот по прослеживанию, если маркировки нет, ну, понятно, что я предлагаю заполнить вот эту самую анкетку, там вы, кстати говоря, много информации для себя подчеркнете, потому что там в какой-то степени интегрирован опыт коллег, которые столкнулись уже с этим до вас, и это тоже, на самом деле, ценно то, что мы, что называется, бесплатно рассказываем сегодня, да. Так, и понемножечко про... Я, кстати говоря, хотел представить вам Рафаэля в худею, вы поднимитесь, пожалуйста, да. Представитель доблестной компании Альтиметрика, я думаю, чем не все хорошо, я его, наверное, узнаю, так, кто нет, познакомьтесь, пожалуйста, подменяйтесь контактами. Коллеги, одни из тех, кто доблестно внедряет решения на базе 1С, в том числе, ну, вот я уже помню, например, Альфа Авто 6, в ней уже выинтегрирована вся работа с терминалами, да, сбора данных, смортировка, она уже решила это, 1С уже решила этот вопрос, например. Так же и про другие системы, я сейчас, как бы, никого не ангажирую, да. Теперь, ложку меда, да, если это был дёгать, да, что обязательно, нас, вроде как, государство вынуждает там потратиться, государство предложило меры поддержки. Я их выделяю, поскольку мы специализируемся, в этом разобрались, да, два вида. Первое, на этапе проектирования, внедрения автоматизации, и второе, само внедрение. Проектирование, это значит, ТЗ, ну, допустим, техническое задание на внедрение, да, это техническое задание на миграцию, на доработку вашей системы, да, а второе, это, собственно говоря, за счёт чего я куплю этот программный продукт, ну, точнее, заплачу интегратору для доработки, кастомизации, да, ой, киши, прям такой термин, кастомизация коробочного решения под задачи вашей компании, да, и на что я куплю терминалы, возможно, да, хоть и, может быть, эти деньги-то не ах какие, да, но, например, терминалы можно купить за счёт займов ФРП, фонд развития промышленности, возможно, кто-то из вас приобретал оборудование с помощью этих льготных инструментов, а вот этот инструмент, Рафаэл, не даст соврать, государство может крометировать значительную часть, до 70 или 90% расходов на подготовку к автоматизации, очень рекомендую пользоваться, если, ну, всё равно такая задача когда-то не станет, да. Так, соответственно, мы помогаем этот всё путь пройти, если вам это нужно, в принципе, я скажу, наши сотрудники чудес не делают, но они очень часто подставляют своё плечо, когда вам не до этого или нет опыта, не хватает времени и компетенций, это абсолютно нормально, да. Делаем даже простые примитивные вещи, заполняем какие-то формочки, анализируем и так далее. Вот здесь те самые QR-кодики, в том числе, которые я предложил подсканировать, у нас тоже есть телеграм-канал, там бесплатно выкладывается информация, вы, когда зайдёте, вы увидите там очень широкое разнообразие, не удивляйтесь, там есть и меры господдержки туризма, и сельского хозяйства, и промышленности айтишников, потому что к нам обращаются как айтишники, хочу получить грант на внедрение своей системы там, так и обращается заказчик. Слушай, я тут приглядел одно решение, мне бы на интеграцию, да, всё. завершаю. Есть, естественно, YouTube-канал, 3,5 тысячи роликов, пожалуйста, всё это бесплатно в доступе, да, в недавнее время появилось ещё всё, надеюсь, не перелимитил, удачных вам решений, используйте, реализуйте свои цели, ну, в том числе, совмещая с задачами государства. Удачи вам, всего вам. АПЛОДИСМЕНТЫ